Добрый день! В этом видео я расскажу как собирается Penrose Pyramidx. Оригинальное название головоломки Rounded Pyramid. Но с теми же особенностями существует Penrose Cube, поэтому Penrose Pyramidx это более подходящее название, да и чаще ее будут называть именно так. В чем особенность Penrose головоломок? У стандартного кубика должно быть 6 цветов, а у Penrose их всего 3. И некоторые ребра скруглены. Красти ребра, которые объединяют грани одного цвета. На классической пирамидке 4 цвета и 4 грани. На Penrose грани также 4, но цветов всего 2, белый и красный. Причем ребра, объединяющие грани одного цвета, также скруглены. У нас есть вот здесь круглый переход и вот здесь еще один. Один белый, другой красный. В итоге Penrose Pyramidx это шейп-мод обычной пирамидки. Вот такие же тривиальные уголки. Были трехцветные, стали двухцветные. Элементы, которые под уголками называются центры, они одноцветные и там и там. Но на Penrose есть еще вот такие вот закругленные. Действительно можно подумать, что у этого элемента только одна наклейка. Но на деле вот этот элемент, бело-красный, это единый и неразделимый. Так же как и на классической пирамидке. Если мы сделаем пару движений, то увидим этот синий и зеленый. И желтые цвета принадлежат одному целому элементу. Он называется центр. На классической пирамидке все центры симметричные и трехцветные. На Penrose центры, понятно, двухцветные. С одной стороны здесь треугольная наклейка, а с другой большая такая полукруглая объединенная. Также здесь есть красный с белой такой наклейкой, еще один такой же, и еще белый с красной большой. Ребра это двухцветные элементы. Зелено-красное на классической пирамидке и бело-красное на Penrose. Здесь все ребра бело-красные, кроме двух. Это вот такое маленькое одноцветное красное и такое же одноцветное белое. Все остальные ребра бело-красные. Некоторые из них располагаются зеркально, но на деле это одинаковые элементы. Из-за того, что здесь много одинаковых элементов, сборка довольно быстрая, но возникают некоторые интересные ситуации. Первый слой здесь собирается как на классической пирамидке, ну а на втором я остановлюсь подробнее. На классической пирамидке на первом этапе собирается красная звезда. Можно и другого цвета, но для определенности начнем именно с красного. Для этого, для начала нужно повернуть тривиальные уголки так, чтобы вот эти цвета совпадали. Красный и желтый не совпадают. Значит поворачиваем, вот здесь красные совпадают. Ну можно добиваться совпадения любого цвета. Главное, если с одной стороны совпало, то и с остальных тоже совпадет. Уголков в пирамидке четыре, поэтому такую процедуру максимум придется сделать четыре раза. Вот четвертый уголок. Далее нужно найти три красных угла. Один, второй и третий. Если поставить пальцы на эти три красных угла, то сейчас мы красного цвета не видим, но если посмотреть с других сторон, то там есть красные грани. Если уголок удержать именно так, то на той грани, которая оказалась сверху, должен быть красный цвет. Если мы повращаем эти угловые элементы, то красный цвет сюда повернется. Так. И вот так. И мы получаем красную звезду. А это и есть цель первого этапа. Также вместо того, чтобы искать три красных уголка, можно найти один, у которого красного цвета нет, и поместить его назад. Тогда грань, которая оказалась перед нами, должна содержать красный цвет. Также поворачиваем уголки на себя красным цветом и получаем красную звезду. Есть два способа. Выбирайте, какой нравится. В перемешанном состоянии пендроз пирамидка немного теряет свою форму, но в основном это из-за тривиальных уголков, которые также легко эту форму и восстанавливают. Просто доворачиваем, пока они не станут красивы. Так. Так. И вот так. Уже стало поприятнее, хотя форма до конца не вернулась. Нам нужно найти три красных угла. Но они все с красным цветом. Поэтому нужно как-то более осознанно подходить к этому выбору. Тривиальные уголки у нас двух типов. Белая плоская часть, красная полукруглая. И наоборот. Красная плоская, белая полукруглая. Два таких, два таких. И по ним трудно определить, на какой грани нужно собирать красную сторону. Хотя здесь красных сторон-то две. Поэтому нужно рассматривать тривиальные уголки вместе с центрами. На нужной грани у нас должна быть одна треугольная красная наклейка и две полукруглых. Если мы пытаемся взять две красных треугольных наклейки и одну полукруглую, то как бы мы ни старались, мы не сможем подобрать сюда ребра, так чтобы грань по форме собралась. Но если взять только одну треугольную и две полукруглых, попробовать их развернуть на одну грань, то шансов гораздо больше. Понятно, что полукруглые должны повторять очертания. То есть они составляют одно ребро. Вот так форма похожа. Но здесь уже интуитивно можно понять, как они должны стоять. Вот получается мы собрали красную звезду. Вот этот элемент здесь явно лишний. Без него гораздо симпатичней. Вот это равносильные ситуации. Еще раз обращу внимание, что собирая красную звезду, мы должны взять один центр с треугольной красной наклейкой и два центра с полукруглыми. Иначе у нас не соберется. Методом проб и ошибок до этого не так уж сложно дойти. Если мы довернем вот эту часть, то видим, что форма пирамидки уже вырисовывается. И остается переставить ребра. На следующем этапе мы собираем первый слой. Для этого нужно красные ребра, а это элементы с двумя цветами, поместить на первый слой, так чтобы цвет нижней и боковой грани совпадал с цветом элемента. Для этого мы ищем наверху ребра с красным цветом. Помимо красного цвета есть какой-то еще. Мы поворачиваем верхнюю часть пирамидки до тех пор, пока второй цвет красного ребра не совпадет с нижними уголками. То есть вот здесь вот зеленые цвета совпадают. Если повернем сюда, зеленый и желтый не совпадают. Нам нужно, чтобы совпадало. Возвращаем сюда. Красное ребро. И здесь зеленый цвет совпадает. Ребро располагается справа. Значит, для того, чтобы поставить это ребро на первый слой, мы поднимаем левый уголок, вставляем сюда ребро и опускаем левый уголок. Смотрим, что получилось. Зеленый цвет совпал, красный совпал. Ребро находится на своем месте. Если мы не будем совмещать второй цвет, к примеру, вот красное и зеленое ребро, мы понимаем, что нужно поставить его сюда и пытаемся точно так же его сюда поместить. Поднимаем, вставляем, опускаем. Видим, что цвета не совпадают. Значит, мы сделали неправильно. Нужно было вот этот зеленый цвет совместить с цветом угла. Если ребро находится справа, то мы поднимаем левый уголок, вставляем ребро и опускаем левый уголок. Давайте попробуем на остальных элементах. Вот у нас есть красно-желтое ребро. Вращаем до тех пор, пока у нас вот этот желтый цвет, второй помимо красного, не совпадет с цветом уголка. Желтый и зеленый не совпадают. Желтый и синий не совпадают. Желтый и желтый совпадают. Ребро находится слева, то есть зеркально предыдущему случаю. Значит, мы теперь поднимаем справа уголок, вставляем туда ребро и опускаем назад. Три движения. Проверяем. Желтый, красный. Все совпадает. Ищем дальше красные ребра на верхней части пирамидки. Вот у нас нашлось красно-синее. Синий цвет нужно совместить с цветом уголка. Мы видим, что рядом как раз находится синий уголок. Ребро справа. Значит, мы поднимаем левую сторону, вставляем туда ребро и опускаем в левый уголок. Первый слой собран. Важно, чтобы получилось, что здесь вот полоска одного цвета. Синяя, зеленая и желтая. А здесь красная сторона. Если у вас получилось, что на верхней грани нет уже красных ребер, красная сторона как бы собрана, но вот этой полоски нет, значит, у вас нижняя грань собрана неправильно. Вот здесь хорошо, а вот здесь нет. В любом случае, если у вас кончились ребра на верхней части пирамидки, а нижняя часть не собрана, значит, ребра стоят либо не на своем месте, либо стоят неправильно. В данном случае, зелено-красное ребро стоит на месте желто-красного. Чтобы поставить его на свое место, нужно отсюда как-то извлечь. Для этого можно использовать простую комбинацию под названием пиф-паф. Делается она следующим образом. Мы опускаем правый уголок, опускаем левый уголок, потом поднимаем правый уголок и поднимаем левый уголок. Четыре хода. И у нас ребро поднялось, теперь его можно поставить на свое место. Здесь цвет зеленый, с желтым не совпадает, с синим не совпадает, с зеленым совпадает. Ребро находится справа, иначе поднимаем слева, вставляем ребро, опускаем. Теперь у нас наверху появилось еще желто-красное ребро, которое также нужно поставить тем же способом на место. И вот такой случай. Наверху красные ребра тоже кончились, но нижний слой не собран. Вот это ребро стоит на своем месте, но развернуто неправильно. Мы здесь также применяем комбинацию пиф-паф. Для того, чтобы поднять ребро наверх, опускаем правый угол, опускаем левый угол, поднимаем правый, поднимаем левый. Ребро поднялось, сразу совпадает с желтым цветом, и уже известным алгоритмом ставим на свое место. Поднимаем, вставляем, опускаем. Первый слой собран. Также элементы можно ставить на первый слой при помощи пиф-пафа, который я только что показывал. К примеру, есть у нас сине-красное ребро, и мы знаем, что его место вот здесь, между сине-красными углами. Ребро обращено к нам красным цветом, а значит, цветом нижней грани. В этом случае мы можем не совмещать вот эти синие цвета, а сразу из такого положения сделать пиф-паф. ребро находится справа, поэтому делаем пиф-паф, начиная с правой стороны. Опускаем правый угол, опускаем левый угол, поднимаем правый, поднимаем левый, и ребро стоит на месте. Аналогичный случай, когда у нас желто-красное ребро тоже должно находиться вот здесь, но оно располагается слева, и красным цветом смотрит на нас. мы можем не переводить его вот сюда, после чего делать три хода, а сразу с этого положения сделать пиф-паф. Но так как ребро находится слева, мы должны сделать пиф-паф левый, а именно опускаем левый уголок, опускаем правый, поднимаем левый, поднимаем правый. Первый слой собран. Собираем первый слой и на пенроуз пирамидки. Как мы видим, у нас одна красная звезда. Если довернуть оставшуюся вершину, то мы видим, что появилась и вторая красная. Начинать можно с любой, они равнозначны. Если вдруг на какой-то грани элементы встали на свои места, можно с нее и начать. В нашем случае здесь элементы на местах не стоят, поэтому давайте продолжим собирать вот эту. Располагаем красную звезду снизу и ищем наверху подходящие ребра. А нам подойдут абсолютно все, кроме вот этого одноцветного белого. То есть одноцветное красное и остальные бело-красные нам все подходят. Поэтому мы просто берем первое попавшееся и удобным способом отправляем на первый слой. Вот здесь белые цвета совпадают, ребро находится справа, поднимаем слева, вставляем ребро, опускаем и ребро встало на место. Идем дальше. Давайте это напоследок оставим. Возьмем еще одно бело-красное. Здесь также, несмотря на то, что здесь полукруглая часть, белые цвета совпадают, ребро справа, поднимаем слева, вставляем, опускаем. Все хорошо. Осталось установить одноцветное красное на свое место. Можно сделать точно так же. То есть подвернуть либо слева, либо справа, чтобы это ребро располагалось и тем же способом поднимаем, вставляем, опускаем, поставить его на место. Но также можно сделать пиф-паф. Смотря где у нас это ребро находится, с той стороны пиф-паф и делать. Вот сейчас ребро слева, опускаем, поднимаем, поднимаем. Ребро на месте. Оно симметричное и можно его ставить любой стороной. Будет оно стоять хорошо. Первый слой собран. При сборке второго слоя могут возникать некоторые интересные ситуации. Из-за того, что у нас белое ребро симметричное и ориентация его не очевидна. Доворачиваем верхний угол так, чтобы цвета совпадали. белый белый тоже белый красный красный и пытаемся определить какая у нас ситуация на верхней грани. На классической пирамидке их может быть пять различных. Можно, конечно, их попытаться найти здесь. К примеру, вот это равносильно вот такой ситуации с обычной пирамидки. Просто два ребра стоят на своих местах и их нужно развернуть. Решается это вот таким алгоритмом. Мы делаем пиф-паф, поднялось красное ребро, мы отводим его назад, поднимаем левый угол, вставляем ребро, опускаем и все собирается. Здесь можно поступить точно так же. Располагаем два перевернутых ребра перед собой, правильно стоящие сзади, делаем пиф-паф, поднялось ребро с первого слоя, отводим назад, поднимаем левый угол, вставляем ребро, опускаем и все собрано. Алгоритм разворачивает два ребра, которые находятся перед нами. Также может возникнуть ситуация, когда нужно развернуть только одно ребро. На самом деле мы разворачивать будем два. Одно на вид неправильное, а другое одноцветное. Его ориентация не важна, поэтому если оно развернется, то заметно не будет. Нам нужно расположить перед собой ребро, которое нужно развернуть, а второе одноцветное. Если бы нам требовалось развернуть вот это, то мы держали бы вот так. Одно одноцветное и одно, которое нужно развернуть. но мы разворачиваем это ребро, оно спереди, второе одноцветное и делаем тот же самый алгоритм. Пиф-паф справа, отводим отводим ребро назад, поднимаем, вставляем, опускаем. Все собрано. Мы рассмотрели случаи, которые требуют только разворот элементов, теперь посмотрим, в которых нужна перестановка. Мы знаем, что белокрасные ребра все одинаковые, поэтому важно следить, где находится одноцветное. одноцветное находится не на своем месте, а значит надо его на свое место поставить, а потом уже решать ситуацию с разворотом. Если одноцветное на месте стоит, остальные белокрасные, неважно где стоят, их можно развернуть на своем месте, и будет все красиво. Как можно переставить вот это ребро на свое место? Покажу пару способов. В классической пирамидке у нас есть вот такой случай. того, чтобы его решить, мы применяем алгоритм, который переставляет ребра по часовой стрелке. То есть вот это ребро переместится вот сюда. Это сюда, а это сюда. Нам важно, что именно это передвинется налево. Алгоритм такой. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Если делать зеркальный алгоритм, то левое ребро передвинется вот сюда. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. Ребро отсюда, зелено-желтое, перешло вот сюда. Ну, или можно использовать правый алгоритм один или два раза. мы видим одноцветное ребро. Его место находится вот здесь на скругленной части пирамидки, а значит нужно отсюда передвинуть налево, то есть по часовой стрелке. Выполняем алгоритм. Опускаем, поворачиваем, поднимаем, поворачиваем, опускаем, поворачиваем, поднимаем. И у нас белое встало на место, ну а здесь требуется какой-то разворот. Эта ситуация нам уже знакома. Для разворота одного ребра мы располагаем его перед собой рядом с одноцветным, чтобы перед нами было одноцветное и то, которое нужно развернуть. Делаем алгоритм пиф-паф, отводим назад, поднимаем слева, вставляем, опускаем. Все собралось. То есть мы сначала ставим белое ребро на место, после чего разворачиваем один или два элемента. И по сути нам нужно два алгоритма. Но эти случаи решить можно и короче. К примеру, случай вот такой. У нас ребро стоит не на своем месте, нужно переместить его налево. А здесь бело-красное ребро красным цветом обращено на нас. Если красный цвет смотрит на нас, а красный это цвет нижней грани, мы можем просто взять и сделать пиф-паф слева. Тогда это ребро встанет вот сюда, заменит точно такое же и станет в нужной ориентации. А это ребро переместится на свое место. Ну, а нижнее поднимется. И сделаем мы всего четыре хода. Опускаем, опускаем, поднимаем, поднимаем. В итоге у нас здесь ничего не поменялось. Белое ребро встало на место. Ну, а здесь остается развернуть один элемент. В случае, если нам также ребро нужно поместить сюда, но здесь ребро не красным цветом, а белым, мы также можем за четыре движения поместить одноцветное ребро на свое место. Но делать мы будем не пиф-паф. Предположим, что вот это ребро просто нужно поставить на нижний слой, как при сборке первого слоя. Оно слева, значит, мы поднимаем справа, вставляем ребро, опускаем. Мы видим, что ребро встало к нужному элементу, остается просто довернуть. Одноцветное ребро на месте, но остался разворот вот этих двух. Ну, и в зеркальной ситуации одноцветное ребро нужно переместить направо. Для этого мы можем либо сделать зеркальный алгоритм вот такой и встанет на место, остается разворот. Либо обратить внимание на цвет вот этого элемента. Если он красный, то мы просто делаем пиф-паф с правой стороны. Одноцветное на месте, здесь требуется разворот. Если же этот элемент обращен белым цветом к нам, то мы просто ставим его на первый слой обычным способом, без пиф-пафа. Он справа, значит, поднимаем слева, вставляем, опускаем, ну, и делаем доворот. Ребро на месте, первый слой не пострадал. Движение гораздо меньше, из-за того, что мы используем одинаковые ребра. По факту у нас вот это ребро не остается на месте, оно меняется на верхнее. Также используя одинаковые элементы, можно некоторые ситуации решать быстрее. Если для разворота одного ребра нам придется использовать алгоритм, который я уже показал, для этого нужно этот элемент и одноцветный расположить перед собой, сделать пиф-паф, отвести назад, поднять слева, вставить, опустить и соберется. То для разворота двух ребер можно сделать сокращение. У нас вот два одинаковых ребра нужно развернуть на своих местах. Мы можем просто повернуть верхнюю часть против часовой стрелки, правый угол повернуть на себя и отменить каждое движение. Четыре хода, которые позволили нам развернуть два элемента. На самом деле произошло некоторое перемещение, но визуально разницы не видно. Головоломка собрана. Давайте повторим. если нужно развернуть два бело-красных ребра, мы сначала поворачиваем верхнюю часть пирамидки против часовой стрелки, правый угол поворачиваем на себя, отменяем первое движение, отменяем второе движение. Пин роуз пирамидка собрана. При желании можно попробовать просчитать какие-то еще алгоритмы, но этих достаточно для эффективной сборки. Покажу пример сборки для закрепления. Для начала поворачиваем тривиальные уголки, так чтобы все было красиво. Поворачиваем все четыре. После ищем центр с треугольной наклейкой красной и два полукруглых. Этот треугольный, этот полукруглый, этот полукруглый. Поворачиваем их на одну грань. Эти два поворачиваем так, чтобы совпадали по форме. Это будет наш красная звезда. Располагаем ее снизу и собираем оставшиеся ребра. Здесь можно сделать пиф-паф. Ребро на месте. Это ребро стандартным способом. И остается одноцветное красное. Вот это также пиф-паф можно поставить. Первый слой собран. Доворачиваем верхний. Здесь необходимо переставить одноцветное ребро вот сюда. Мы видим здесь цвета совпадают, поэтому можем поднять, вставить, вернуть. Доворачиваем и видим, что требуется разворот одного ребра. Ставим его перед собой вместе с одноцветным. Делаем знакомый алгоритм. Пиф-паф отводим, поднимаем слева, вставляем, опускаем. Все собрано. В итоге это очень интересная головоломка, не сложная, в ней есть псевдопаритеты. При желании ее можно легко собрать интуитивно. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.